Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, слабо слышно, надо громкости добавить. Сейчас мы... Вот так вот, наверное, будет лучше слышно и видно, да? Напишите, пожалуйста. Красный яр. Ага, все видно и слышно. Супер! Вот так и будем работать. Соответственно, если какие-то проблемы плохо слышно, плохо видно, напишите, пожалуйста. Ну и, как вы видите, постараемся решить все в режиме онлайн. Также хочу сказать, что... Прошу прощения за задержку. У нас... Мы решали технические вопросы для того, чтобы максимально интерактивно сегодня с вами работать. Мы сегодня с вами поработаем с обучающими компьютерными программами, и поэтому это требовало некоторых нововведений, которые были успешно введены. Спасибо нашей технической службе. Итак, давайте начнем. Поговорим об обучении аудированию на уроках английского языка с помощью обучающих компьютерных программ. Что, собственно говоря, о чем мы сегодня говорим, это будет в первую очередь не о том, как обучать аудированию, потому что я думаю, что с теорией вы очень неплохо знакомы, многие очень хорошо даже знакомы. Спасибо большое за такой приятный комментарий про самообразование, приятные собеседники. Стараемся. И, собственно говоря, посмотрим с вами на то, как обучать именно с помощью компьютерных программ аудирование, и как это аудирование встраивать, в принципе, в урок, потому что ряд коллег, к сожалению, не уделяют аудированию должного внимания и должного времени, потому что есть, все мы знаем, ряд коллег, которые больше предпочитают уделять времени письму и чтению. Хотя на самом деле, как и говорение, аудирование – это очень важные виды речевой деятельности, которые, в принципе, даже больше приближены к реальной ситуации общения, чем, например, чтение. И письмо. Так, это более, скажем так, частое явление. Так, вот говорят немножко звук. Сейчас я еще чуть-чуть ближе микрофон поставлю. А, то громче, то тише. Ну, это, видимо, из-за интернета… Вообще пропал звук. Так, ну, видимо, у вас идут скачки интернета. Вот, есть звук. И из-за этого происходят некоторые проблемы. Если вы видите, что у вас что-то залипает или пропадает звук, отключите видео со мной. Я не самое главное на сегодняшней нашей встрече. Достаточно меня слышать. И, соответственно, все будет хорошо, и вы сможете полностью принимать участие в вебинаре. Вот. Итак, давайте посмотрим, собственно говоря, уже внимательно и ближе к теме. Итак, аудирование. Я не буду, конечно же, зачитывать вам совершенно знакомые одно из определений. Хочу обратить ваше внимание на два пункта. Да, то есть, опять-таки, то, что это вид речевой деятельности, который мы, конечно же, должны обучать. И то, что мы должны учитывать то, что мы работаем как с восприятием и пониманием, так и это первая, да, особенность, которую мы должны учитывать. И вторая особенность, то, что аудирование имеет свои цели, задачи, предметы, результат. И, опять-таки, мы должны помнить о том, аудирование в данном случае будет являться целью или средством для того, чтобы обучить другому виду речевой деятельности. Стоит помнить о том, что это сложное умение, которое невозможно полностью автоматизировать, а лишь частично на уровне узнавания фонем, слов и грамматических конструкций. Давайте посмотрим на пользу обучения аудированию. Скажем так, я немножко поагитирую за то, чтобы уделять аудированию должное время и внимание. Итак, через слух поступают образцы иноязычной речи, которые, являясь эталонами, закладываются в долговременную память, где и хранятся. То есть, соответственно, мы так и развиваем, в принципе, иноязычную речь. Слух и речи моторные образцы входят во все виды речевой деятельности. И, соответственно, нельзя научить другим видам речевой деятельности без развития слухового анализатора. Так, Анастасия Мамушкина, перестаньте забивать там чат. Так очень сложно. Иначе придется ограничить немножко ваше участие. Итак, собственно говоря... Секунду. Итак, собственно говоря, когда мы с вами что-то пишем, то это уже плавно переходим к следующему пункту. Мы пишем, если мы что-то читаем, мы произносим это про себя. И в этом плане нам очень сильно помогает аудирование. Собственно говоря, когда мы его развиваем, у слушателей учащегося развивается слуховой контроль, который входит во все виды речевой деятельности. То есть мы контролируем себя через слух. И поэтому, конечно же, нужно закладывать правильные образцы речи. Я, например, замечал за собой, что ряд слов я знаю только как пишутся, а ряд слов я знаю только хорошо, именно хорошо так, чтобы их употреблять, именно на уровне произношения. Потому что, соответственно, первые мне нужны больше при письме, а вторые больше нужны при непосредственно общении. Развивается слуховая память, без которой невозможна успешная учебная деятельность, поскольку у нас идет речь об организации учебно-воспитательного процесса. И в частности нельзя владеть иностранным языком, если мы не умеем воспринимать иностранную речь. Поскольку, собственно говоря, это уже известно и доказано учеными, и на самом деле очень много раз проверялось, я думаю, многим из вас, когда приезжают в другую страну, ну, например, в Германию, говорят по-немецки, мы практически не воспринимаем эту речь как слова, те, кто не изучал немецкий язык, а она идет каким-то таким фоном. Просто потому, что мы не различаем, собственно говоря, этих слов, интонации и не понимаем, о чем идет речь. Как только переходит на английский, в принципе, сразу становится понятно. То есть, соответственно, нам, опять-таки, нужно уметь различать разные акценты на слух, воспринимать эту речь. Я тут недавно, опять-таки, в Германии столкнулся с такой ситуацией, что я не изучал немецкий язык, поэтому для меня немецкий и английский звучат очень тяжело, очень сложно понять, в чем идет речь, когда идет сильный акцент. А когда человек изучал и немецкий, и английский язык, то даже если он и забыл язык, то очень хорошо все воспринимает, может понять, о чем идет речь, ему намного проще. Вот. Это вот реальная ситуация, с которой можно столкнуться, поэтому, конечно же, нам помогают задания на аудирование именно воспринимать разные образцы произношения английского языка. Да, даже вот такие сложные образцы. То, что на английском языке, как мы знаем, говорит очень-очень много людей. Стоит отметить, что аудирование, как установили исследователи, занимает до 40-60% учебного времени на уроке. И начинается с первой фразы учителя Hello, good morning, afternoon, glad to see you, let's start, begin our lesson. И заканчивается при подведении итогов урока Thanks a lot for your work, your homework task is, your marks for the lesson are и так далее. Да, вот такие исследования действительно показывают то, насколько важен процесс развития науков аудирования как вида речевой деятельности для того, чтобы полностью обучить английскому языку. Также стоит помнить о том, что на экзамене, конечно же, нам все это пригодится. Вот Мария пишет, а я не догадываюсь, что по типу урока идет аудирование, по сути. Конечно же, когда им приходится воспринимать иностранную речь, идет, конечно же, развитие навыков аудирования. Вы знаете, часто мы с вами говорим про непосредственно седливых учеников, про проблемы на уроке. Я очень любил, когда ученики плохо себя ведут, начинать их отчитывать на иностранном языке. Причем старался так подобрать какие-то такие фразы, чтобы другие поняли, а вот такой вот ученик, который чаще всего очень плохо учится по-английски, не понимал, и, собственно говоря, да, это действительно очень помогает. И самое главное, что становится понятно, что это время не было потеряно даром на одного такого ученика. Так что советую использовать. Я думаю, что в скором времени такой ученик еще и захочет сам учиться, чтобы он понимал, что о нем говорят. Итак, основной внутренним механизмом аудирования являются следующие психические процессы. Давайте посмотрим на них, чтобы понимать, опять-таки, что и к чему у нас ведет. Итак, идет восприятие на слух и узнавание. Идет развитие внимания, развитие антипаций, предвосхищение или вероятность на прогнозирование. Это, кстати, очень важный фактор, который мы развиваем на базе чтения и на базе аудирования в том числе, когда мы предвосхищаем, что будет дальше. И, собственно говоря, когда мы развиваем восприятие на слух, развиваем предвосхищение, прогнозирование, дальше развивается у нас смысловая догадка. И идет сегментирование чего потока и группировку. Что это такое? Это когда мы начинаем воспринимать речь целыми предложениями, целыми отрезками и понимаем, нам легче понять, о чем идет речь. Нам не нужно переводить каждое слово и собирать это как пазл вместе. Нам открываются целые большие куски этого пазла, и, соответственно, мы можем очень легко воспринимать то, что нам говорят. Дальше идет информативный анализ на основе вычленения единиц смысловой информации. Это когда по двум, трем, пяти словам мы предвосхищаем, какая ситуация, и, соответственно, понимаем, о чем опять-таки идет речь. И завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию, интерпретацию, воспринимаемого сообщения, когда мы можем пересказать то, что мы именно услышали. Давайте посмотрим достаточно кратко на технологию обучения аудирования. Это такая теоретическая ее интерпретация, достаточно сложно написано. В этой технологии описано все до отбора и составления текста для аудирования. Нам важно понять, каков механизм. Итак, определение конкретной задачи по обучению аудирования. Это самое главное для учителя. И что стоит выяснить? Является ли аудирование в данном конкретном случае целью обучения или средством обучения? То есть целью это когда мы учим, допустим, звуки, произношение букв в алфавите. Либо мы учим какие-то, в принципе, звуки. Средство это когда мы, допустим, аудируем для того, чтобы развить навыки говорения. Или, ну, например, когда мы отвечаем, ответить на вопрос по прослушанному тексту. То есть здесь оно становится не только целью, но еще и средством. Так, дальше нужно понять, какие могут быть трудности. Чаще всего они будут лингвистически, языковые или содержательные в данном тексте. Соответственно, их нужно снять. За это у нас служат упражнения, которые называются Before Listening. Дальше идет, собственно говоря, тот пункт, который нас плавно подводит к использованию обучающих компьютерных программ. То есть когда идет определение условий, предъявление текста, это с помощью ТСО. ТСО это может быть как мангитофон, CD-плеер, компьютер, все что угодно. Или непосред... обучающих компьютерных программ. Или непосредственно с голоса учителя, незнакомого голоса по развернутым опорам или без опор. Время отворения, конечно же, мы прибегаем к тому, что даем аудирование, именно прочитывая сами. В этом есть свой плюс. С этим подчас легче работать вам, нам с вами. С другой стороны, есть минус, потому что они привыкают только к нашей речи. Как я считаю, мало... Продолжение следует... И так далее. Оксана Витальевна пишет, на университете говорили всегда, что ученик должен научиться понимать на слух речь старика и ребенка. Тоже, например, человек в возрасте будет говорить совершенно по-другому, чем человек, который намного моложе. Да, там уж тем более речь совсем юного ученика. Китайский, английский, это вообще отдельная история. Тут нужно даже иметь некоторый опыт, чтобы его различать. Кстати, время от времени можно попробовать и такое. Американский, английский тоже, поскольку у них очень много есть своих же организмов, которые, скажем так, дают трудность для восприятия. Вот, кстати, пишет Милленин, но очень сложно понять речь детей. Хотя, на самом деле, там дети записаны именно... Это дети Лондона, те, кто живут непосредственно в Лондоне, англичане. Поэтому, видите, вот уже идет привычка к Russian English, поэтому, возможно, есть некоторые сложности. И это, опять-таки, не зависит от нас, поэтому тут побороться мы можем только хорошими... Только аудиозаписями, видеозаписями, обучающими компьютерными программами. Хорошо. Так, дальше нам, конечно же, нужно сформулировать установки перед прослушиванием. Зачем мы это делаем? Определить способы контроля понимания текста, использования речевых или неречевых способов контроля. Давайте посмотрим теперь уже, как это все соотносится с обучающими компьютерными программами и информационно-кумуникативными технологиями. В первую очередь, когда мы работаем с обучающими компьютерными программами, идет учет особенностей восприятия современных детей. То есть, вот, работа с клиповым мышлением и способность к мультитаскингу. О чем, собственно говоря, идет речь. Конечно же, вот, заметьте, даже вот так я бы скажу. Когда мы, уже многие из нас слушают музыку, при этом занимаются чем-то на компьютере. Если раньше мы могли, и особенно люди еще чуть более старшего возраста, слушать радио, сидеть его и слушать. Сейчас это практически невозможно. Это только когда мы отдыхаем. То есть, мы делаем что-то одновременно. Слушаем и что-то делаем. Так, и, соответственно, мы должны удовлетворять потребность наших учащихся только с образовательной целью. Соответственно, нам нужно что-то видеть и при этом что-то слышать. Меня, извините, меня просто Борисова вера отвлекает. Я, конечно, понимаю, что очень хочется прорекламировать свои конкурсы, но вебинары это не рекламная площадка. Вот, спасибо, что удалили. Очень отвлекало. Итак, учет реалий повсеместного использования новых технологий в жизни. Да, мы все время какие-то новые гаджеты используем, и все они связаны с визуальной картинкой. Нам при этом нужно обучить аудированию, поэтому это нужно учитывать. Реализация требований в ГОС, развитие информационной компьютерной компетенции учащихся. Соответственно, если мы используем обучающие компьютерные программы, то мы работаем и с этим. Используем новых технологических возможностей в обучении. Я вот утром уже говорил. Это все равно, что при наличии велосипеда и необходимости быстро доехать с точки А в точку Б и идти пешком. Если оно есть, то почему бы этим не воспользоваться? Конечно, прогуляться иногда тоже хочется, но тут все зависит от поставленной задачи. Итак, продолжительность неприиманного применения технических средств обучения на уроках. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что практически любые технические средства можно применять с первого-второго класса не менее 10 минут. Для упражнения наутирования это больше, чем достаточно. Причем, если мы делаем перерыв, то мы можем дальше потом опять продолжать непрерывное использование данных средств. А уже к 8-11 классу мы их можем применять даже 25-30 минут. В этом нет никакой проблемы. Поэтому, конечно же, об этом стоит помнить и не стесняться использовать технические средства, например, обучающие компьютерные программы. Итак, обучающие компьютерные программы к учебникам. Здесь идет обучение всем видам речевой деятельности и, конечно же, обучению аудированию, поскольку мы сегодня говорим об этом. Расширение возможностей учебника, повышение мотивации учащихся, дополнительные упражнения, техническая простота и методическое удобство. То есть, если вы, допустим, не разобрались, хотя такое бывает очень редко, что требуется в упражнении, вы можете нажать на знак вопроса в этом упражнении, увидеть. Если нет, вы можете, все равно непонятно, вы можете открыть вордовский файл, который именно написан как методичка по использованию, и, соответственно, воспользоваться им. Повышение мотивации происходит за счет того, что есть, особенно в начальной школе, за счет того, что есть яркие красочные картинки. Соответственно, у учащихся и запоминаются им яркие образы, связанные с тем или иным, например, словом, и они хорошо запоминаются. Так, именно обучающиеся компетентной программы созданы в русле авторской концепции как компоненты УМК. То есть, когда вы их используете, допустим, ОКП от happyenglish.ru с этим учебником, то у вас вообще не идет никаких сложностей в этом, поскольку все совпадает. Но вы также можете их использовать с любым учебником, который используете в школе, поскольку все обучающиеся компетентной программы, как и учебники, построены на примерной программе по ВГОС. Могут использоваться для презентации, отработки материала, контроля, степени его усвоения учениками, самоконтроля. Самоконтроль происходит очень просто, поскольку в каждом упражнении после выполнения мы видим, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно. Подсвечивается, соответственно, либо синим, либо красным цветом, если все верно. Идет чаще всего какой-то мультик, который дается как поощрение. Могут использоваться на уроке так и дома, поскольку, опять-таки, есть функция самоконтроля. Вот, например, пример скриншот с упражнений, который затрагивает аудирование письмом, где нужно прослушать текст и напечатать те слова, которые были пропущены при письме. Есть упражнения, которые направлены на то, чтобы выстроить правильный порядок в диалоге, что тоже является полезным. То есть, так мы понимаем, насколько подробно учащиеся могут воспринимать иностранную речь на слух. Найди нужную картинку. То есть, здесь мы ищем общую информацию. Это как на экзамене подобрать заголовок к тексту. Когда мы слушаем, выбираем не ту картинку, которая будет отвечать описанию в озвученном тексте. Могут быть задания на множественный выбор, когда мы слушаем и, собственно говоря, выбираем какой-то из вариантов. Это, опять-таки, задания очень похожи на те задания, которые у нас присутствуют в итоговой аттестации. Соответственно, тоже очень приятно и полезно их использовать. Допустим, один ученик выполняет их на доске по одному предложению, а остальные пишут в тетради. Потом, соответственно, нажимаем чек и видим, учащиеся могут сказать, где они ошиблись, где они не ошиблись и выполнили ли они все верно. Вот, Светлана Владимировна пишет, жаль, что всего этого не было, когда мы были школьниками. На самом деле, да, я еще помню, когда учился, еще только-только первые презентации пошли, мне было совершенно непонятно, как их делать. И было один-два проектора на всю школу. Да, ну и сейчас не все рабочие места оборудованы компьютерами. На самом деле, даже при наличии своего личного ноутбука, вы можете подарить учащимся такую возможность. И, конечно же, происходит мгновенная оценка, как я говорил, какой-то ролик познавательный, который будет показывать, что упражнение выполнено правильно. Итак, давайте теперь посмотрим на интерактивное упражнение. И начнем мы с самого простоя, с интерактивных плакатов. Сейчас я его включу. Как я понимаю, вы сейчас вот увидели, на экране будет две надписи. New words, phonetics and grammar. Напишите, видно. Такое чувство, что никому не видно. Сейчас открою. Да, вот видно. Супер. Итак, давайте мы открыли фонетику и грамматику. И, собственно говоря, попробуем открыть, ну, например, числительное. Да, нам нужно, конечно же, научить читать цифры, выучить счет на английском языке. Мы это с вами делали просто вот по такой таблице. Достаточно долго, для некоторых даже сложно. Здесь все намного веселее. Все мы щелкаем, все произносится. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. И давайте посмотрим, что будет, если чуть посложнее слова. То есть здесь мы показываем, как составляются сложные числительные, чтобы наши учащиеся как следует запомнили. Thirteen. И опять-таки идет правильное произношение. То есть, соответственно, у них есть все возможности для того, чтобы это изучить правильно. Давайте еще что-нибудь такое выберем. Вот. Например, степень сравнения. Давайте посмотрим. Long, longer, the longest. То есть, сразу наглядно видно, чем отличается, в данном случае, степень сравнения, что есть, что. То есть, не нужно долго что-то объяснять. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Времена. Вот. Давайте покажу времена. Ну, например, future simple. The friends will go to the park soon. Да, это интерактивный плакат к Enjoy English. Соответственно, здесь все будет еще показано с грамматическими моделями. Давайте еще что-нибудь нажму. It'll be a cold day. Я думаю, что так намного проще запомнить и правильно произносить то, что предлагается. Давайте откроем еще одну. Еще одни плакаты. Это плакаты к Милле учебникам. Допустим, алфавит. Да, нам нужно, конечно же, изучать алфавит, и поэтому мы это можем делать вот так. B. D. Да, изучаешь и играешь, плюс все так анимировано. B. Что приносит удовольствие, запоминается. F. Конечно же, их нет в свободном доступе для скачивания. Их можно приобрести в нашем интернет-магазине. Стоит это недорого. Лицензионный продукт. Я думаю, что, тем более, сейчас можно заказывать это все без дисков в течение пяти минут. После вебинара вы можете уже играть в это сами. G. N. Y. И так далее. Так, давайте, ну, например, тему школы включим. Plus. Dining room. Так, цену сейчас, я думаю, подскажут коллеги, но, конечно же, не та, которая озвучила ли я. Вот, вот примерно, да, как пишут коллеги, так оно и есть. Сейчас, тем более, идут сезон скидок, поэтому все намного проще. Ну вот, как мы видим, очень удобно, интересно с этим работать, все разбито по тематикам. Соответственно, мы можем изучать новые слова и... Так, не понял вопроса по поводу формата. Что вы под этим имеете в виду? То есть... Так, срочно адрес интернет-магазин для новичков. Я думаю, что сейчас коллеги подскажут. Если не подскажут, ну, в течение еще пяти минут, я отвлекусь и с удовольствием дам вам прямую ссылку. Так, все, о чем мы говорим, находится на EnglishTeachers.ru. Есть там вкладка интернет-магазин. Вот, и, соответственно, вы можете все это заказать и этим пользоваться. Так, давайте покажу вам еще третьи интерактивные плакаты. Это плакаты к HappyEnglish.ru. Второй, четвертый класс. Например, опять-таки, алфавит. Везде немножко по-разному. A. A, B, C. Здесь уже со словами. B. Bike. C. Cinema. Ну, давайте сложные слова покажу. X. Xylophone. Y. 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 Z. Zebra. Ну, вот, как мы видим, очень весело можно, опять-таки, изучать слова. Вот, утром понравилось коллегам вот это упражнение. W. То есть, в данном случае, мы должны положить в ложку ту букву, которая будет произнесена. Сейчас мы ее... Сейчас мы ее... Не хочет слушаться немножко. Сейчас. Y. Сейчас мы ее... Чуть-чуть их раскидаем. Кладем в ложку. Если верно, то он ее съедает. Чи. Чи. И. Да. Для интерактивной доски все это подходит. Лично работал, поэтому знаю. Можно не пользоваться мышкой. Можно работать с проектором и компьютером, конечно же, и пользоваться мышкой. То есть, во всех вариантах оно работает. Если ему дать неправильную букву, то вот что будет. Да, эти интерактивные плакаты работают как с проектором, так и с интерактивной доской. То есть, тут никаких проблем совершенно нет. Так, ну, поскольку нету ссылки, сейчас я вам ее дам. Секундочку. Вот хотели ссылку на интернет-магазин. Вот прямая ссылка. Итак, D, да, там было. Давайте еще ее поставим. На этом закончим. То есть, возможностей очень много для того, чтобы изучать. На самом деле, это мы посмотрели аудирование. Ну, вот ссылка есть, поэтому можете воспользоваться. Там все по разделам. Это будет в электронных ресурсах, если я не ошибаюсь. Ну, там достаточно простая навигация по магазинам. Можно воспользоваться. Так, давайте теперь посмотрим уже на обучающие компьютерные программы. Например, на обучающие компьютерные программы к happyenglish.ru для второго класса. Будет и у нас и пятый, и девятый класс тоже. И задания, которые похожи на формат UG и EG. Так что, все это есть. Так, сейчас мы включим, собственно говоря, ее. Итак, вот мы включили программы для второго класса. И, соответственно, попробуем поработать с ней. Сейчас я посмотрю, какое упражнение я хотел. Ага. Так, вот мы, значит, урок второй, упражнение первое. Как мы видим, сейчас покажу. У нас упражнение в данном случае будет размечено, какое идет, на какой вид речевой деятельности. Поэтому нам достаточно просто... Так, не видим. А у меня написано, что видите. Мы сейчас сделаем еще раз. А вот сейчас. Вот, есть. Сейчас вы должны увидеть упражнение. То есть, как я говорю, мы с вами видим... Опять нет. Очень странно. Что-то случилось. А, так, ну давайте установим. Нет, да. Странно. И еще раз попробуем. Вот, теперь есть, да? Очень хорошо, что вы сразу пишете. Потому что хочется, чтобы все все видели. Есть. Так, включаем упражнение, которое я уже говорил. Значит, здесь мы работаем на произношение, скорость произношения. И с одной стороны, с другой стороны, учим скороговорку. Но не так утомительно, как учили мы с вами в детстве. А, собственно говоря, поинтереснее. Как караоке. Это был медленный вариант. Давайте теперь нормальный темп речи. Уже посложнее. И быстрый. Да, вот, как мы видим, то есть, можно получить вот такую скороговорку. Достаточно интересно отработать звук Т в разных ситуациях. И, соответственно, научиться хорошему произношению и запомнить, с точки зрения аудирования, ряд слов. Так, давайте посмотрим еще одно упражнение. Тот же хорошо всем известный упражнение, которое мы часто делаем. Вот эти корзинки, карточки, все это заготавливаем, приносим. А в данном случае все будет у нас уже в обучающей компьютерной программе. И нам достаточно просто нажимать на грибочки и распределять их по корзинкам. Я думаю, это упражнение простое, поэтому сейчас я просто покажу, как оно выполняется. Так. Как мы видим, все слова тут же появляются у нас в левом, потом будет и в правом углу. Если, допустим, не расслышали или еще что-то, то можно повторить. Если все верно, ну или неверно, мы проверяемся кнопкой чек. Так, как видите, все верно, соответственно, все загорелось синим цветом, и белки унесли корзинки довольные, что все случилось, и грибочки у них. А, так, хорошо. Давайте теперь посмотрим, допустим, на четвертый юнит. Это будет 59-й урок. Упражнение 1. Крам. То есть в данном случае нам нужно выбрать правильное слово. Давайте попробуем выполнить это упражнение. Крам. 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 Лик. Ну, в данном случае Вот, поощрительный ролик мы получили. Это, как я и говорил, к happyenglish.ru для второго класса. Таким упражнением, пожалуйста, можно пользоваться в своей работе. Как мы понимаем, как вы можете видеть, они не занимают много времени, их достаточно. Их можно использовать на своих уроках, как, с одной стороны, в качестве обучения, с другой стороны, в качестве поощрения. Вот, и Татьяна, Тамара Валентиновна пишет правильно, особенно ценят поощрение дети, а, собственно, если они выполнены правильно, они его получают. То есть все это, соответственно, возможно, и ваши уроки сразу становятся интересными, увлекательными и запоминающимися. Потому что на хороших, позитивных эмоциях, на ярких образах очень хорошо идет обучение чему-либо. Итак, давайте посмотрим на следующую программу. Это будет мили-третий класс. Сейчас я его включу. Сейчас она на какую-то секундочку у вас пропала. А, сейчас опять включится. Да, я так понимаю, что она у вас появилась. Давайте посмотрим. Да, вот это упражнение я хотел вам показать. И я думаю, что мы выполним его вместе. Только уже помня утренний опыт, хочу вам сказать, что вот будем выполнять его внимательно. Потому что, поскольку нумерация сразу меняется, и выполняем мы его массово, могут возникнуть проблемы. Но давайте посмотрим, как это работает. Представим, что мы с вами сидим в классе, или, кстати, дистанционное обучение. И, собственно говоря, выполняем упражнение. Итак, давайте прочитаем задание. Listen and click on the correct picture. Вот, Слава Владимировна пишет. Для началки, где нужна частая смена деятельности и паузы, такие штуки – самое то. Да. Давайте вот немножко смеем вид деятельности и попробуем представить себя в роли учеников на уроке. Итак, нам нужно послушать и выбрать нужную картинку к тому отрезку, к тем фразам, которые будут произнесены. И так, посмотрите внимательно на картинке и назовите мне номер первой картинки, которая, собственно говоря, отвечает на те фразы, которые были произнесены. Так, засчитываться будет по трем ответам. Седьмой. Седьмая. Хорошо, давайте. Итак, вторая картинка будет под номером. Пять. Учтите, да, что когда я ставлю картинку, нумерация меняется. Обратите внимание. Вот большее количество людей отвечает, что пятое. Это будет номер. Кто третий, кто четвертая. Давайте определимся. Третий, третий. Да, я думаю, что тоже это будет третье. Давайте попробуем. А это будет картинка номер. Опять все говорят три. Третий номер уже выбыл. Так, мнения разделились. Так, прослушала. Ну, я вам подскажу, скорее всего, будет картинка четыре, точно не номер семь. Ну, я думаю, что вы легко догадались, который вот этот будет номер сейчас. Соответственно, да, как вы правильно пишете картинку семь. Это картинка восемь. Это картинка восемь. Итак, давайте теперь проверимся. Открываем его. Ведя, у нас есть Роджер. Где он? Ведя, Роджер не здесь. Стив, он у него есть. Качай его! Ведя, я не могу. Ведя, я не могу. Ведя, он не здесь. Ведя, он на борт. Роджер, качай его! О, дире, он уйдет. Ведя, он уйдет. Ведя, где Роджер? Роджер, роджер, роджер. Мам. Няетale! Арбад! Ведя, мне будет так. Мам. Я вesusateur с Incre은щ kalдингов. Скните ему. Это otesting ф Rib can i в альтаме. Там персикл. Ведя, улыбайте перееду. Истина! У него новая настоящия. Это арбаст Есть Фун-' Ве ищу Мирви. welcome to our class, meet your new friends, Carlos, I'm Simon, and who's over there? Roger, you naughty mouse! То есть, если было бы неверно, то подсветились бы неправильные ответы красным, поскольку все верно, то история воспроизводится как уже собранный мультик, как немножко будет сленгово, но скажу как картун, который собрали дети. В третьем классе я уверен, что дети будут в восторге и оживятся, и абсолютно внимательно будут выполнять данное задание. Если выполнить неправильно, то можно повторить и выполнить заново, для того, чтобы все сложилось вместе. Да, это интересная презентация материала, поэтому, конечно же, это будет пользоваться успехом. И, как мы с вами заметили, ну, ушло у нас на это где-то минут пять, не более, что, соответственно, является нормальным для выполнения данного задания. Я думаю, что у учащихся уйдет примерно так же. Я думаю, что дети в третьем классе все очень хорошо поймут, поскольку у них очень хорошая работоспособность. Если они не разберутся, то можно выполнить второй раз, это будет абсолютно так же полезно. Опять, поскольку есть некоторый уровень сложности, то, соответственно, нету никаких проблем для того, чтобы... Опять-таки... Нет, немножко сбился. То есть, когда есть определенный уровень сложности, то, соответственно, у них это будет вызывать интерес. Если будет им совсем просто, то, соответственно, им это будет неинтересно. Так, хорошо, давайте закончим с этой программой. Попробуем... Так, если я, правда... Да, закончим с этой... С мили для третьего класса. Давайте посмотрим на пример из happyenglish.ru для четвертого класса. Сейчас я войду в программу. Так, секундочку. Да, вот, и правильно пишет Людмила, есть возможность услышать разные голоса. И правильно пишет Светлана, что если вы чувствуете, что им будет сложно справиться с этим заданием, хотя они подобраны к тому материалу, который идет в учебнике, то можно заранее ввести им лексику, с которой у ваших детей будут проблемы. Это будет задание из раздела before listening. Да, и действительно, это дополнительные упражнения, то есть вы их используете в дополнение к учебнику, можно использовать к другому учебнику. Почему бы и нет? Так. Хорошо. Так, вот вижу тот же вопрос, но не вижу вопроса. Итак, если будет... Так, будет пример как раз из enjoyenglish для пятого класса. Я из всех программ примера не брал, потому что иначе мы тогда до ночи будем сидеть, но из пятого класса как раз будет пример. Так. Итак, в happyenglish.ru для четвертого класса тоже хочу одно упражнение показать. Так, сейчас. Это и будет упражнение из первого юнита. Второй урок. В данном случае все просто. Нам нужно понажимать на картинки и запомнить те слова, которые они изображают. Как ты на... То есть мы учим новую лексику. Clean the room. Но при этом, как мы видим, все картинки анимированы, поэтому нам намного проще ее вводить. Watch TV. Read a book. Skateboard. Skate. Ski. Swim. Play tennis. Дальше нам нужно уже вписать недостающие буквы в те слова или фразы, которые были озвучены. Опять-таки, мы дальше тренируемся, и потом уже сможем выполнять, например, опять-таки, более сложные задания, как я предложил вам выполнить чуть ранее. Да, и очень приятно, что все это анимировано, соответственно, это очень хорошо будет запоминаться, что является для нас главной задачей, когда мы даем задание на запоминание новой лексики на слух. Так, хорошо, закончили мы с этой программы happyenglish.ru для четвертого класса. Давайте перейдем как раз к конжей-инглиш для пятого класса программе. Сейчас я тоже в нее опять-таки войду. Так, сделаю так, чтобы было видно всем. Итак, да, вы сейчас ее, собственно говоря, видите. Это программа конжей-инглиш для пятого класса. Сейчас мы с вами откроем нужные упражнения. Их будет два. Подобные упражнения будут в каждом юнити. Ну, мы посмотрим на примере первого. Итак. Сейчас немножко выключу, потом опять включу. Как мы видели, нам нужно с вами сначала прослушать слова на определенные звуки. Униформ. Use. Few. You. Usually. Book. Look. Good. Workbook. Full. Ruler. School. Fruit. Blue. Ну, конечно же, повторить их за диктором. Для этого дается достаточная пауза. Нажимаем потом Next. И теперь нам нужно уже распределить слова к их звукам. Да, вот правильно пишут, что можно иные урочки эти использовать, обучающие компьютерные программы. И, соответственно, так мы поймем, насколько хорошо они воспринимают, какая транскрипция за какой звук отвечает. Собственно говоря, так будет вызван интерес. Вот Тамара Валентиновна пишет про то, когда нужно печатать что-то. Печатать с удовольствием, хотя действительно сложнее. Не ошибается ли что-то, но ничего не делать. Да, действительно, для того, чтобы что-то сделать правильно, надо несколько раз сделать неправильно. Это известный факт. А если ничего не пробовать, то есть есть, допустим, ряд родителей, которые детям говорят, не трожь, ты все сломаешь. Не делай я сама, а потом получается, что удивляются, почему получается ленивые, неумелые дети. Потому что, конечно же, пока не попробуешь, ничего получаться не будет. Я когда-то очень медленно печатал, когда стал пользоваться компьютером активно и очень много переписываться, да, именно в интернете, то печатать стал очень-очень быстро. Опять-таки, можно вспомнить опыт Вучича, который при отсутствии рук умудряется печатать очень-очень быстро. Да, отличное фонетическое упражнение, которое поможет нам развить навыки аудирования. Хорошо, давайте закончим с этой программой и покажу я вам еще последнюю. Это New Millennium English для 9 класса. Через какое-то время она сейчас у вас включится. Так, это будет юнит первый. И, кстати, первое упражнение. В данном случае мы слышим, кстати, давайте его выполним вместе. Вот, что я вам предлагаю сделать. Значит, точно так же, как в этом предложении. Давайте прослушать утверждение и, собственно говоря, не утверждение прослушать, а то, что говорят Ронан, Джошуа и Эрика. И, собственно говоря, распределить вот некоторые конклюжены или как заколовки можно их воспринимать. Что, к кому относятся. Я думаю, хорошо знакомое вам задание. Давайте, чтобы не усложнять жизнь. Мышку, по-моему, видно мою, да? Соответственно, слева направо просто их посчитаем. Один, два, три. И внизу будет четвертый номер. Чтобы было легко нам понять, кому, какую фразу мы потом поднесем. Давайте послушаем. Так, нет изображения. А, да-да-да-да-да-да, действительно нет изображения. Могу сказать, почему. Потому что я забыл подключить. Прошу прощения. Сейчас, секундочку. Вот, появится изображение. Так, появилось изображение. Давайте еще раз вспомним. У нас есть Ронан, Эрика и Брайан. Они будут говорить по несколько предложений, да? Как какие-то мини-рассказы. Нам нужно определить, какие из этих фраз являются каким-то кратким заключением из того, что они сказали. Для упрощения нашей с вами работы, мы будем называть номера слева направо. Один, два, три и четыре. Соответственно, у нас будет. Ну что ж, давайте попробуем выполнить. Слушаем. В Британии, teenagers judge you for the clothes you wear. Nearly 50% of teenagers believe it's important to wear designer labels. They think that uniforms take away from people's individuality. But I absolutely disagree with them. There are tons of ways you can be unique while wearing a uniform. It's more important to make friends by getting to know who they are and not because of what they were. A lot of teenagers are really influenced by the media, fashion, peer groups and advertising. So they compare themselves with all their idols, heroes, pictures, films and video clips. Teenagers don't realize that the heroes certainly don't look that good in their real life. Two-thirds of girls in Britain are on a diet, which can cause serious health problems. We don't have any rights until we leave school, because our parents still have to take care of us. Our parents want us to be perfect. They don't want us to smoke, to visit pubs and nightclubs. It seems they have forgotten the times when they were young. But parents' restrictions do not always work. Because they make teams want to do all these things more. Так, одно утверждение неверное. Поэтому, ну давайте, так, 4, 2, 1, самый большой результат. Ну давайте так и сделаем, хорошо. Значит, Ронан у нас, так, не прав, 4, 2, 1, да. Соответственно, Ронану будет четвертое отдано. Потом Эрике второе утверждение. И первое сюда, Брайану. Давайте проверим. Вот мы с вами увидели, какие мы молодцы. Опять-таки, все подсвечены синим. Был поощрительный ролик. Спасибо, что мы так хорошо с вами поработали. И как мы видим, опять-таки, это не занимает много времени. Это интересно. Это интересно. И такое упражнение будет очень полезно нашим учащимся. Кстати, пригодится на экзаменах, как я говорил, там, ОГЭ и ЕГЭ. И таких упражнений тоже, опять-таки, они встречаются. Я как вам типовые показываю. Их, на самом деле, намного больше. И они все не встречаются в обучающих компьютерных программах. Хорошо, давайте вернемся к презентации. Да, хорошая начитка. Это в New William English для девятого класса. Везде были приглашены иностранцы, которые начитывали эти тексты, соответствующие по возрасту. Да, для CalPone тоже есть девятый класс. Так что, я просто сделал некоторую выборку для того, чтобы постараться показать все. Иначе мы с вами часов в девять вечера ушли бы, если я показывал из каждой программы хотя бы по одному упражнению. Опять-таки, то, что мы с вами не увидели, я вам покажу на принтскрине. Мы можем видеть результаты. Там есть возможность ввести свои данные и выполнять под логином и паролем упражнение. И, соответственно, потом вы будете видеть, каких результатов достиг данный ученик. Да, очень приятно, что вы не против сидеть со мной до девяти. Но я думаю, что не все смогут. Я тоже не против, в принципе. Приходите на семинары, я обычно говорю, что я всегда готов даже четвертую пару привезти, если есть желающие. Что еще можно использовать, когда вы будете сказать презентацию, я вот сюда поместил различные аудиоматериалы из интернет, которые также можно использовать. Это бесплатные аудиокниги, например, на LibriVox, которые озвучены, соответственно, радиопередачи и подкасты, например, на BBC и видеокниги на CC-Pros. Тоже, опять-таки, можно использовать. Так, семинары проходят по заявкам от региональных методистов. Объявление можно увидеть на EnglishTeaches.ru. Да, вот, опять-таки, у некоторых время уже за полночь и так далее. Также хочу вас кратенько познакомить с нашими новинками. Это итоговая контрольная работа для выпускников четвертого класса, авторов Клары Сакны-Калфуна, Мриана Ютны-Калфуна. Есть аудиоприложение, которое можно скачать совершенно бесплатно и использовать как при помощи интернета, так и дистанционно. На любой носитель воспроизводить никаких проблем нет. Так, также хочу вас познакомить с новинкой. Это ОГЭ английский язык, устная часть, тренировочные тесты Радислава Петровича Миллиуда, которые также имеют бесплатное аудиоприложение, которое можно скачать. Также у Радислава Петровича есть тесты по устной части ЕГЭ английский язык, которые также можно использовать. Очень приятно, что там содержится 160 упражнений по 40 на каждое задание, которые можно, опять-таки, также использовать. Все тексты начитаны, соответственно, есть над чем потренироваться. Так, спасибо большое за такой теплый отзыв. Увидел, прочитал. Так, система подготовки итоговой аттестации. Очень полезная книга. Книга сейчас, скоро будут проводить все российские олимпиады. Можно потренироваться. Коллеги, кто использует эту книгу, всегда довольны. Это олимпиада по английскому языку для 9-11 классов. Если раньше они также выпускались с отдельным диском, то сейчас можно совершенно спокойно скачать аудиозаписи. Либо, если у вас уже есть эту книгу, а куда-то не можете найти диск, то можно скачать их совершенно спокойно в нашем интернет-магазине. И уже в продаже метапредметный портфель для 4-го класса и для 5-го класса автора Алены Евгеньевны Козейчевой. Скоро выйдут для 2-го и 3-го класса метапредметные портфели. И также у нас проводится апробация по метапредметному портфелю, по HappyEnglish.ru и ряда других учебников и пособий. В этой апробации вы можете поучаствовать и, соответственно, получить об этом за это в конце года документ, что вы принимали в этом участие. Вся информация на EnglishTeachers.ru, либо Алена Евгеньевна подскажет в чате. Спасибо большое. Еще одна новинка, о которой хочу сказать, это все те рассказы и песни, которые были использованы в HappyEnglish.ru, сейчас вынесены в отдельные книги, вы можете использовать их с любым учебником. Это история Боба и Ёжика, это дневник Робина МакВизарта, это кольцо друидов, история знаменитых американских и британских писателей, песни и поэмы, песни и стихи для начальной школы и для средней и старшей школы. Песни и стихи все имеют бесплатные аудиозаписи, которые очень легко скачать. Красочные книги, которые можно использовать. Да, все это уже в продаже, можно, пожалуйста, заказывать. Опять-таки сейчас проходят скидки, поэтому это будет еще дешевле, чем могло бы быть. Значит, пересмотреть вебинары, скачать презентацию можно будет на EnglishTeachers.ru. Спасибо. Спасибо большое за то, что принимали активное участие. Я надеюсь, что данный вебинар принес пользу и, соответственно, был вам полезен. Да, вот Борис Иванович просит меня напомнить. Сегодня у нас готовится к выпуску, то есть ждем со дня на день из типографии ряд новинок очень знаменитого автора Елены Николаевны Славовой. Это тесты для четвертого класса. Это подготовка к УГ и ЕГЭ, несколько книг. Они уже, обложки их и описания уже есть в интернет-магазине. Очень советую всем обратить на них внимание для того, чтобы, как только они появятся, их заказать. А появятся они буквально в течение двух недель. Спасибо вам большое за участие. Давайте я вам дам код для скачения сертификата и слайд, как скачать сертификат, если вы, допустим, еще у нас принимаете участие впервые и знаете, как это сделать. Сделать это достаточно просто. Надо зайти на EnglishTeachers.ru, на страницу анонсы, потом вебинары и сертификаты. Это будут выскакивающие плашки. Ввести тот код, который я вам сейчас еще раз продублирую. Продублирую потом... А, так, нет, секундочку. Я вам не то даю. Одну секунду. Поскольку я копировал ссылку... Да, вот, вот сейчас будет нужный код. Это была ссылка на интернет-магазин. Вот код для скачения сертификата. Спасибо большое, всего доброго и до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.